Хибиди и хобиди, эболиш прайват водопровод. Или, если говорить человеческим языком, недавно я проснулся и подумал, как хочется пить. И тут до меня дошло. Вот ведь по трубам вода идёт, да? По трубам. А трубы по-английски это что? Пайпс. А Пайпс это что? Это игра, которая была у меня на телефоне ещё в глубоком-глубоком детстве. LG правда телефон был, помню. Коллаба века, блять, LG. И где теперь LG? Была давным-давно игрушка под названием Пайпс. Это такая очень простая головоломка. В ней есть поле, условно, там 4 на 4 клетки, например, да? На клетках трубы разной формы. Там угловые, прямые, гнилые. Не гнилые, это у меня на Шкоде были. Там просто трубы. Так вот, эти трубы можно крутить в разные стороны. Задача соединить все трубы таким образом, чтобы вода могла дойти из точки А в точку Б. В идеале до крана моей квартиры. Потому что реально пить хочется. В некоторых вариациях игры нужно было просто соединить все трубы в единую цепочку, так сказать. То есть, как раз второй вариант, я решил оформить свои игрушки. Потому что это чуть попроще было. Ну и, короче, да. Быстренько погуглив базовой концепции и посмотрев, как оно вообще в реальности должно выглядеть, я сперва сел за художку. А затем полез уже непосредственно в конструкт и занялся разработкой. Художка далась мне, надо сказать, не сразу. Было много вариантов, как сделать те самые трубы. В итоге от труб я отказался и оставил, по сути, вот просто линии двух цветов. Красные и синие. И на языке оригинала красные, это трубы без воды, синие, соответственно, с водой. И игра, кстати, по итогу называется «Линией головоломка», потому что линией было занято. Зато получилась классная обложка и логотип, ссылка в описании, играйте на здоровье, милости, прошу и пять звезд его уберите, поставьте. Само собой, без Пинтереста у меня с художкой не получилось бы ничего. Пинтерест замечательная штука. Но художка была меньше из зол, потому что потом я принялся за разработку самой игры. И первая же проблема, с которой я столкнулся, это как определять вообще соединение одной трубы с другой. Решение оказалось одновременно простым и тупым. Короче, я просто стал сравнивать положение имидж-поинтов на трубе, соседствуя через трубой с водой. И всё. Пришлось повозиться, было много косяков, но в детали углубляться я сегодня не буду. Почему? Потому что есть другая штука, о которой я хочу рассказать. Есть фича полноценная, которая позволила мне сделать игру на что-то порядка 300 уровней. Вес игры при этом остался очень небольшим. Там что-то порядка 2 мегабайт. Ну, вон на Яндексе пишет, сколько, 2.9 или 1.9. Я плохо вижу. Короче, это, мягко говоря, очень мало. Как я это сделал, вот сейчас я. И поясню спойлер, в деле замешан Excel и даже немножко макросы. По порядку. Сперва я сделал просто уровень стандартный, чистый. И вот на него закинул все 4 типа трубы, которые будут использоваться в игре. Важное название объектов в данном случае. Это всё какой-то тайп. Как в танках, но без ебли в жопу. То есть 4 объекта, соответственно, тайп 1, тайп 2, тайп 3 и тайп 4. Всех объединил в семейство объектов и там переменные задал. Но этот на самом деле к телу отношения никакого не имеет. Ибо важно другое. Важно то, как я расположил эти тайпы по полю. Вот у нас поле. 16 клеток. На карте 4х4. К каждой клетке задана позиция. Позиции я записал в переменную position. Вручную от 0 до, соответственно, 15. Можно было это программно сделать, но я сперва экспериментировал. Поэтому вручную это сделал. А потом мне уже было впадло переделывать. Дальше самое интересное. Ибо я решил воспользоваться такой штукой, как JSON-файл. А также плагинами JAX и JSON. Вообще, идеей использовать такую систему, я подцепил из примеров проектов на стартовой странице Construct. Там есть пример теста. Всем рекомендую вообще поизучать примеры, которые вот Construct у себя опубликовал. Там очень много крутых, полезных штук. Прям нереально кайфовых. Так вот, я создал JSON-файл. И в нем записал довольно простую схему. Вот она сейчас на экране. Да, именно сейчас эта штука выглядит жутко. Согласен. Но я поясню, что это и станет легко и понятно. Сперва кусочек теории о том, что мы вообще тут делаем и что происходит. JSON-JavaScript Object Notation. Это текстовый формат обмена данными, основанной на JavaScript. Базовый JSON-текст это набор пар, состоящий из ключей и значений. Помните, мы сохранение делали? И там были ключи, которые мы называли слотами для сохранения и значений, которые были нашими данными. Вот тут оно самое есть. Даже не типа того, это вот буквально оно самое. Вот прям вот один в один оно, потому что я напоминаю, Construct есть еще на JavaScript. Ну вот так. Вот у вас сохранение в JSON-формате хранятся. Ну так вот, чисто. По-русски, если говорить, то я тут без понятия куда еще более по-русски. Посмотрите один из видосов про сохранение и все поймете. Я думаю, здесь просто мы, по сути, вот визуальную заставляющую этого local storage'а раскрываем вот в таком текстовом формате. Да. К сегодняшнему проекту возвращаемся. Вот у нас есть JSON-файл. Здесь обязательно, блядь, в фигурных скобках мы записываем какие-то данные. Данные, как мы уже выяснили, форматы ключ-значения. Ключ обязательно в кавычках, дальше двоеточие, дальше какие-то значения. Тоже в кавычках. Я, кстати, думал, что кавычки через O пишутся. Ну и, короче, ключу в качестве значения можно присвоить текст, либо можно присвоить сразу несколько значений других, которые также в идеале сохранять в формате ключ-значения. Эта пачка данных будет зваться массивом. Массив надо окружать квадратными скобками. Пока я сам не запутался, объясню сейчас вот прямо-таки на примере моем. Вот у нас JSON-файл. Тут идет в первой строчке фигурная скобка. Она, если я не ошибаюсь, есть сразу, когда ты файл это создаешь. Дальше ключ. У меня это параметр сетки на уровне. В данном случае 4х4. Помните, да, у меня 16 клеток на карте? Значит, 4х4. Двоеточие, квадратная скобка, еще одна квадратная скобка. Почему и две, я сейчас тоже расскажу. Возможно, даже поймете. После второй квадратной скобки у меня снова идет фигурная скобка, в которой записаны данные в формате ключ-значения. Position и Type. Ничего не упоминает правильно. Это те самые Position, переменные присвоенные клетки на карте. И Type, который тип трубы. Дальше идет 16 позиций, и каждой позиции соответствует какой-то тип трубы. После чего квадратная скобка закрывается. Стоит запятая, дальше квадратная скобка открывается, и идет вот ровно такая же дрочь. Картинка уже должна была на самом деле сложиться. Но на всякий случай поясню вот прямо вот на пальцах. Квадратные скобки — это массивы данных. Ну, в них хранятся массивы. В них заключены массивы данных. Что такое массивы, я буду рассказывать когда-нибудь в другой раз. Может быть, в своем полном курсе и по конструкту. А может быть и нет. Я выкладывать буду, может быть, здесь. А может быть и нет. А может быть, ВК. А может, и пошел я. Нам сейчас три кучи класть на понятие массива. Важно другое. Внимательный глаз зритель, наверное, уже заметил, что у меня вот эта вот куча идет массиву, да, где лежат, по сути, идентичные данные. Эти идентичные данные — это уровни. Точнее, эти самые массивы — это уровни. И расположение труб на этих самых уровнях. Да, можно было в две строчки описать технологию, а не на две страницы, но мне на работе скучно сидеть, поэтому я себя написанием сценариев развлекаю. Вот, страдайте, слушайте, вот это вот все. 4х4 — это размер уровня. По сути, тип уровня. У меня три таких типа. Это 4х4, 5х5 и 7х7. Здесь уровень 4х4. На уровнях типа 4х4 — 16 клеток. Соответственно, 16 позиций, на которых должны быть расположены трубы. Труб 4 типа Type 1, Type 2, Type 3 и Type 4. Вот в массиве за первой квадратной скобкой лежат уровни. За второй квадратной скобкой лежат расположения деталей на этих самых уровнях. Если я сейчас вот просто тупо ткну Tab пару раз, и строчки от карета двинутся, станет чуть яснее, как оно все устроено, но еще более понятно. Я и хер бы знает, как объяснить. Поэтому перейдем к тому, как с этим дальше работать. У нас есть гора этих самых уровней в Event Sheet. Я просто сделал функцию, которая тупо на каждой клетке создает трубу, тип которой подтягивается из JSON-файла. Делаю я это при помощи команды System Create Object By Name. В Object Name вписываю название объекта, которое, как мы помним, состоит из слова Type и цифры. Поэтому в кавычках пишу слово Type. Дальше значок Ampersand. О, какие слова знаю. Это, короче, Shift плюс 7 на английской раскладке. Обычно, ну, у меня там говорят тут так. Он присоединяет одну часть текста к другой. Дальше идет JSON-запрос. JSON.get. В скобках пишу несколько переменных, в которых зашиты значения, которые сейчас поясню вот тоже, что там вообще за значение. У меня это переменный Level Size, которая к этому моменту равна 4, x4. Дальше снова Ampersand. Точка в кавычках. Снова Ampersand. Я дальше буду опускать это слово, потому что меня заебало его в сценарии писать. Переменная Curl Level, то бишь уровень. В данном случае это будет какое-то число, например, один дальше точка, потом переменная Curl Slot. В нее вписывается значение переменной Position объекта клетка. И дальше точка Type. По итогу формула звучит на слух очень сомнительно и крайне сложно. Настолько, что я даже устал ее читать. На вид тоже. Но если переменные заменить на их значение, то получится что-то в стиле 4х4.1.Type. И что это значит для нас с тобой? Абсолютно ничего. Будет здесь такая вставка, если я не забуду ее вставить. А ничего оно не значит, потому что я не пояснил, как получать значение из JSON-файла. Но как не объяснил. Помните видосы про сохранение? Там, чтобы загрузить значение из Local Storage, нам нужно было ключ его написать. Вот тут то же самое. Абсолютно. Вот у нас ключ 4х4. Просто мы по нему получаем не просто значение, а массив, в котором тоже нужно обратиться к какому-то конкретному значению. Сперва у нас это уровень, потом позиции ячейки, а потом ключ Type, который нужен, чтобы получить вот эту самую циферку, которая идет после слова Type. Который Type 1, Type 2, Type 3. Мы эту циферку и подтягиваем. Я согласен, что это немного геморно в плане понимания звучит, поэтому я сейчас вам все это не потребствую, это демонстрирую на более лайтовом примере, и все станет окончательно ясно. Я, кстати, напиздел. Я, например, использовал вот JSON-файл, который я раньше сказал. Я его не на старт-пейджа нашел, а просто в интернете нашел. Может быть, ссылку найду и перестабачу куда-нибудь, а может и не найду. Но в примере все равно куча клевых штук обязательно изучите, я тоже буду изучать, может быть, даже вместе с вами, а может быть и нет. А может быть, продолжим видео это, потому что, ну, уже сколько можно, блядь, его записывать. Так вот, что касается этой фигни, сам проект простой как 3 копейки. Мы сильно на него обращать внимание не будем, на самом деле. Просто вот взглянем на JSON-файл. Он тут заметно проще, чем то, что было у меня, но оно и к лучшему. Так вот, у нас тут, вон, фигурные скобки. Дальше идет ключ-тест. Потом квадратная скобка, в которой заключен массив с вопросами и ответами. Под ключом question у нас идет вопрос, под ключом answer. Идет ответ на этот вопрос. Четыре вопроса. Один вон даже с картинкой, но это пофигу. Четыре вопроса каждой фигурной скобки через запятую. Это важно. В конце все скобки закрываются. Важно, чтобы не было синтаксических ошибок, иначе констер кто-то не будет церемониться и объяснять вам, где там ошибка, он просто не прочитает файл. И будет нихуя и ничего. Вы венчите, все тоже несложно. Нас интересует все тот же create object by name. Здесь также идет json.get и в скобках ключ test. Точка, рандомные значения и ключ question. Также через точку. Рандомные значения, это короче индекс, под которым записано значение в массиве. По-русски порядковый номер вот этих вот фигурных скобок. Порядковый номер вопроса. Вот четыре вопроса. Вот от нуля до трех включительно. Ноль это первый вопрос. Вот этот вот. Первый это второй вопрос. Вот этот вот. Ну, я думаю, вы поняли. Поняли? Молодцы, бахните лимонады, заслужили. Вернемся к трубам. Вот мы из json файла подтянули тип трубы и создали эту самую трубу ровно на координатах ячейки. Все. Ну, точнее как все. Я с конца начал. Точнее, создание этой функции. Вызываю я ее в начале каждого макета. То есть он start of layout. Перед этим еще в меню подгружаю этот самый json файл. Но я в контексте данного проекта это делаю в меню. Так можно и в начале уровня. Оно изначально так и было на самом деле. Тут тоже все просто. Что через ajax запрашивают json файл. Ajax request 4x4 levels.json. Тут небольшой wait. Который wait for previous actions to complete. То есть подождать, пока предыдущие действия завершатся. Я недавно узнал о том, что здесь есть такая штука. Потом json. Parse json. Ajax. Last data. После этого действия в объявите json будет собственно этот самый json файл. И дальше уже можно через ту самую функцию играться с ним как хочется. Вообще, я еще про несколько фич из этой игры хотел бы рассказать на самом деле. Все так же с json связанных. Но чувствую, у вас и без того мозг плавится. Да и у меня уже язык заплетается. Лучше расскажу, как я эти json файлы собирал. А то зря что ли я Excel упомянул. У нас тут это clickbait что ли? Не, у нас так не принято. Короче, я сделал себе файлик Excel в нем. Оформил вот такую вот табличку. Колонки angle и start уже роли не играет. Важны только колонки position и type. В которые я просто вписываю соответствующие значения. Дальше при помощи штатных формул у меня собираются те самые строчки фигурных скобок. Которые потом пойдут в json файл. И все. Просто как 3 копеек. И так я собрал, да, прям вот реально очень много уровней. Макросы мне помогли определять. Во-первых, а, чтобы уровни у меня не повторялись. И б, чтобы они более адекватно собирались в единую вот эту вот табличку для json файл. Вот. Как я их писал, ну, может быть, в другой раз расскажу. А может быть и нет. Меня очень надеюсь, что вы хоть что-то на самом деле сегодня поняли. Особенно те, кто досмотрел это видео до конца. Я вот пока читал, честно. Но я прихерел, я не уверен, что понятно что-то было. Но надеюсь, что понятно. Если понятно, вот можете, я не знаю, ну, реально бахнуть лимонадой за это. Потому что, ну, заслуживает, заслуживает уважения. Просто надо попробовать на самом деле все это сделать. Вот. Вот по видео, мне кажется, с видео, с картинками оно будет яснее. И все будет нормально. Все будет четко. У вас все получится. Вот. 15 минут. Ё-моё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok